всем привет сегодня снимаем ролик о том как правильно свалить дерево как это сделать безопасно потому что очень часто у меня спрашивают и начинающие профессионалы я много вижу роликов когда любители пытаются делать это у себя на участках это небезопасно это может сломать ваш дом повредить ваше имущество автомобиль ну и в конце концов есть летальные исходы поэтому смотрим все по каждой операции расскажу и свалим дерево туда куда действительно нам это необходимо поехали и так для начала конечно же у вас должны появиться разрешительные документы которые определяют ваше право на спиливание того или иного дерева несмотря даже на то что ваш участок у вас собственности вы должны обратиться в администрацию где вы находитесь и уже решить вопросы с документами только после этого начинайте рубить деревья выбрали дерево определили куда мы его будем валить естественно вы должны понимать что есть свободная зона да если это ваш участок вы должны посмотреть нет ли проводов нет ли каких-то построек в том месте куда вы собираетесь направить ствол нашем случае есть определенный коридор который вы должны положить дерево чтобы это все было безопасно предположим что у нас здесь находится дом а здесь находится не знаю кабеля или какой-нибудь столб фонарный соответственно мы должны его правильно направить повторяю не делайте этого если вы в себе не уверены хотя я вам сейчас все покажу обязательно посмотрите что есть наверху основная опасность которая таится и в лесу и даже у вас на участке это засохшие ветки возможно какое-нибудь гнездо которое может упасть вам на голову и причинить достаточно серьезный вред самые частые травмы которые происходят как раз таки от падения дерева и напомню вам что вальщик леса это самая опасная в мире профессия с максимальным количеством летальных исходов дело еще раз повторюсь опасная поэтому подходите к нему уверенно а лучше вызовите профессионалов и так вы посмотрели сверху на дереве ничего нет вам обязательно нужно расчистить площадь вокруг дерева то есть вы должны спокойно передвигаться вокруг ствола под ногами не должно ничего быть чтобы исключить возможность риска запнуться и упасть вы будете работать с бензопилой поэтому это достаточно опасно я расчищаю все вокруг ствола и приготовлю для себя пути отхода и что значит путь отхода если мы дерево валим вот в этом направлении наш путь отхода независимости где мы находимся на участке или тем более в лесу должен быть под 45 градусов от оси падения дерева пусть я должен убегать вот сюда сходить вот сюда здесь должно быть все чисто точно также под ногами не должно ничего быть валка дерева начинается с направляющего валочного подпила насколько он качественно выполнен настолько у нас высшая уверенность в том что она упадет туда куда мы его направляем делаем направляющий валочный подпил все операции которые вы делаете с бензопилой должны происходить в максимально уверенной позе если бензопила у меня в руках я не должен никуда спешить я должен устойчиво стоять на своих ногах в данном случае стали пошире немножко подсели в коленочках и начинаем работу с пилой так Субтитры подогнал «Симон» Объясняю поэтапно, что я сделал По бокам вот эти вот спилы я сделал для того, чтобы мне было удобнее в дальнейшем контролировать так называемый недопил Я дальше покажу, что это такое Вот это важная вещь, которая позволяет нам, скажем так, упростить операцию валки Сделали два боковых надпила, они ровно параллельно направлению валки Снизу я начинаю запиливать тот самый направляющий под пил Как это все происходит? У меня есть на бензопиле указатель Черная стрелочка Ну, она может быть не выделена черной, если у вас другая бензопила Но на профессиональных бензопилах штиль применяется вот эта черная стрелка Она показывает направление валки Я запилиться могу как вот так, так вот так, да, и вот так Соответственно, куда она будет направлена Опять же, это нужно ровно сделать То есть не надо вот так вот болтать, когда вы начинаете пиление Просто вот прикинули, куда, да, будет падать Вот куда пошла линия И все, и мы тянем пилу ровненько вот так вот Держим газ, тянем, тянем, тянем Вот, и вот она у нас здесь остановилась Все отлично, я понимаю, что падать она будет туда Теперь моя задача Сделать вот этот вот подпил треугольничек То есть я сейчас буду сводить нижний подпил Который у меня есть с боковым подпилом Для удобства иногда Для начала применяют вот такой вот простой метод Чтобы было видно, где заканчиваются наши пропилы Вставляются вот такие веточки С этой стороны и с другой Опять же, делается все для удобства Если вы никогда этого не делали и делаете первый раз Дальше, когда я запущу пилу, мне нужно ее правильно взять Лучше это вот, вот это место Как раз если я беру ее здесь У меня получается положение, ну, примерно 45 градусов К плоскости основного подпила И я вот сейчас сверху начну запиливаться И сведу вот этот нижний подпил Можно сделать такую разметку То есть если вот низ цепи проходит у нас по основному подпилу Я вот здесь себе могу сделать Ну, такой надпильчик Чтобы начать пилить именно здесь Это очень удобно Опять же Уверенно, четко стоим на ногах Ноги пошире Пила поближе к корпусу тела Так ее управлять значительно легче Встанем Очень удобно Для профессионалов Я показываю всегда, что упираюсь в колени Использую ствол Для того, чтобы разгружать спину То есть упираюсь плечом Разгружаю позвоночник Либо, когда я подсаживаюсь Я упираюсь локтем в колено И бензопила находится у меня Скажем так Вот здесь вот на колене То есть спина у меня задействуется Достаточно редко Потому что все знают, что работа с пилой Это всегда больная спина Поэтому максимально ее разгружайте У меня, наверное, будет отдельное видео По работе с пилой Но это так к слову Все, поехали Пилим дальше Вот, смотрите, что получилось То есть вот тот самый треугольничек Вот здесь это было вот так То есть я его выпилил Сначала снизу, потом сверху Разницы, откуда вы начнете Сверху или снизу Ну, практически никакой нет Но удобнее Когда снизу вы контролируете Направление падения То есть вот здесь у меня есть Вот эта вот полоса И мне вот так, допустим, удобнее Я считаю, что это более правильно Но принципиальной разницы, повторюсь, нет Все, первую операцию Валочный подпил направляющий Мы сделали Дальше мы переходим К этой части ствола Что происходит Можно использовать любые метки Да, когда вы первый раз делаете Вот у вас Линия Направляющего подпила У нас всегда должен оставаться Недопил Я вот здесь вот линию проведу Дальше вы увидите, что такое Недопил и зачем он нужен Это та вещь, как раз таки По которой будет переломываться ствол И следующие у нас подпила Они будут чуть-чуть выше уровня То есть вот если уровень у нас Основного направляющего подпила То вот этот подпил второй У нас уже будет выше Буквально на 2-3 сантиметра Вот это перепиливать Ни в коем случае нельзя Вот эту часть То есть вот шина у нас должна работать Где-то здесь Это мы вообще не трогаем Ни в коем случае С той стороны у нас точно такой же Должен остаться Недопил То есть как вот там я пометил 3-4 сантиметра В зависимости от диаметра ствола Соответственно чем больше ствол Тем у нас толщина Недопила будет больше То есть и вот я сделаю Такую полоску Которая будет мне показывать Что я должен чуть выше Начать пилить Вот здесь вот Показываю дальше Есть разные методики пиления Но я покажу Наиболее простую Скажем так Для начинающих У кого еще нет определенного опыта Если бы я показывал Для профессионалов Я бы показал прокол ствола То есть это когда я прям сходу На газу Протыкаю весь ствол И мне очень удобно контролировать Недопил Но эта операция Во первых опасная Во вторых требует Определенного навыка Я покажу более безопасный метод Который можно использовать У себя дома Да Сейчас нам нужно распилить Определенную часть ствола То есть мы начнем Вот отсюда это делать Не весь ствол А только его половину То есть мы не на полную шину пилим Ни в коем случае А именно начнем вот таким вот образом Запиливаться И дойдем вот до сюда Вот Очень важно соблюдать параллельность То есть вращать вот таким образом Пилой не стоит Точнее совершенно запрещено То есть у нас есть Направляющий под пил Мы ровно параллельно Вот так вот смотрим И начинаем пилить Я показываю именно Как это легко сделать Можете чуть повыше Вам так будет удобнее делать Имеется ввиду вообще все Начинать выше Но так как мы в условиях леса Нам нужно оставлять пенек Как можно меньше Тут в общем есть определенные особенности Выполняем Смотрим Еще раз показываю Очень важно То есть никуда не спешим Начинаем Начинаем с пол ствола Не на всю длину шины А в данном случае Вот у нас буквально Треть шины задействована Не водим мы ни туда Ни сюда Вот как начали здесь Дали газ И просто толкаем Тихонечко ведем вперед Ведем 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 Опять же Не таская ее никуда Не меняя угол Потому что можем перепилить Тут самый недопил Который я покажу чуть позже Вот до сюда дошли Остановились Все Достаем бензопилу Откладываем ее пока в сторону И достаем очень важный элемент Для валки Для безопасной валки И это вот такой вот клинышек Это самое доступное устройство Которое поможет вам Сделать правильно Правильную валку Направить дерево в нужном направлении И оставить все ваши постройки Вашу там Движимое и недвижимое имущество И вашу жизнь В порядке Устройство очень простое Очень доступное Но Я рекомендую именно его Почему? Потому что вот есть такие зазубрины Оно позволяет работать С любыми деревьями Очень хорошо входит и вгрызается Ну и делает свою работу замечательно То есть я его беру И вставляю в то место Которое мы уже выпилили Не ближе к середине А немного Вот Чуть поодаль к серединке Потому что здесь мы будем начинать Делать Окончательный основной подпил Сюда вставляю И забиваю его любым Подручным Молотком Кувалдой Топориком Там можно смело забивать Практически максимально его Все В данном моменте Ствол обратно Уже точно не пойдет Потому что у него появилось напряжение То есть клин давит И хочет перевернуть дерево в том направлении В котором вы сделали направляющий подпил Дальше у нас осталась небольшая часть ствола Это вот такая четвертиночка Которая держит его Удерживает от падения Мы сейчас должны ее спилить И либо дерево уже сразу же упадет Это зависит от его наклона И расположения ветвей Либо мы еще дополнительно клиношек подстучим И оно в любом случае упадет в нужном направлении Делаем операцию Ну в данном случае дерево у нас не упало Значит нужно одного клина Но в данном случае у нас есть еще дополнительные И мы отходим по заданным направлениям Вот еще я сейчас покажу То что произошло Все с самого начала Возьму пилу сразу же Чтобы все показывать Сначала нам нужно выпилить направляющий Валочный подпил Это вот эту вот часть Как я и говорил Очень важно сделать его аккуратно Мы никуда не спешим Это достаточно опасное дело Валить дерево Вот так мы начали пилить Остановились Смотрели мы вот на эту стрелочку Можно прямо сейчас вот показать Как стрелка направлена И как лежит ствол Параллельность Первый пропил сделали Потом как я говорил Мы перехватываем бензопилу Вот в эту часть Вот так вот мы его взяли И это у нас вот ровненький баланс 45 градусов И запилились Все Все у нас получился треугольник Вот он был Вот здесь вот Что это такое Это Такое место свободы Куда может складываться Деревцо наше То есть Получился такой Как бы шарнирчик Чтобы шарнирчик Этот хорошо работал Вообще основная задача Что мы делаем Нам нужно оставить Вот этот вот Недопил Так называемый По этому Недопилу Как можно сказать По досочке Вот по этой По этому шарнирчику Как раз таки Дерево и складывается Вот в это Свободное пространство Дальше Следующую операцию Которую мы делали Мы запиливались Вот сюда Вот То есть Я специально перевернул пилу Для того Чтобы не было Отдачи То есть Мы еще раз Посмотрели Параллельность И вот отсюда Как я говорил На пол ствола То есть Здесь у нас Треть шины Получается Начали делать запил Ну и Здесь остановились Потому что Нужно оставить Этот недопил Как я сказал Нельзя вот так Вот вращать пилой Потому что Мы вот это Все можем Перепилить Тогда Когда вот этого Чуда не произойдет Все Здесь пропилили Мы Пилу достали Остановились И достали Вот этот Замечательный Классный Клин Вот сюда Мы его Забили Забили И как я сказал Здесь уже появилось Напряжение То есть Клин уже Дерево Толкает В нужном Для нас Направлении Но У нас остается Вот эта часть То есть Вот это Четверть ствола То есть Эту мы Выпилили Это уже Здесь ничего Нас не держит Здесь уже Толкает Клин А здесь У нас осталась Вот эта частичка Вот на ней Дерево и держится Мы соответственно Зашли с этой стороны Сделали пропил Вот Опять же Оставляю Вот этот вот Недопильчик Да Вот эту вот Ровную часть Все Тоже Перепилили Все Дерево Ничего не держит Дерево Сейчас у нас Держится На Недопиле И На клинышке То есть Мы этот клин Забили Нам его Не хватило Он достаточно Тонкий Но Если бы Очень ровное дерево Было бы стояло Нам бы его Ну хватило Либо Если там было бы Больше ветвей Нам бы тоже Этого клина хватило Поэтому Мы взяли Второй клин И Начали вбивать Вот В эту вот Часть Ну по сути В середину Все Этот клин Намного толще Соответственно Он толкает Сильнее Ну точнее Выше Скажем так Это делает Все И дерево У нас Как только Перевалило Центр тяжести В эту сторону Начало Само себя Валить В нужном направлении Используя Вот этот Шарнир Который Мы С вами Сделали Это Все Безопасно Еще раз Объясняю Почему Потому что Есть Недопил Если он Остался То все Хорошо Дерево В данном Случае Либо сюда Выпадет Либо сюда То есть Вариантов Каких-то Экстренных У вас Намного Меньше То есть Если бы Мы просто Вот сюда Допустим Не вбили клинья Оно Помогло Упасть Ну вот сюда Допустим Но когда Мы оставляем Недопил Мы исключаем Возможность Падения В том направлении В этом направлении То есть В непредсказуемости Не происходит То есть Мы уверены В том Куда У нас Будет Падать Дерево Есть Конечно Разные Нюансы Если Допустим Дерево Гнилое Я бы Оставлял Недопил Гораздо Больше То есть Вот эту Вот часть Я бы Делал Намного Толще Потому что Гнилое Дерево Ведет Себя Совершенно По-другому Но Это Уже Нюансы В идеале Все Должно Происходить Именно Так Поэтому Не Благодарите Пишите В комментариях Были ли у вас Какие-то Курьезные Случаи Если Есть Дополнительные Вопросы Я обязательно Отвечу С вами Был Сергей И Увидимся В лесу Я За Посадки И За Лесовосстановление Так Что Все Должно Быть Четко А Лучше Вызовите Профессионалов Серегу Дешкевич Будем Рекламировать Я Побежал За кувалдой В Порядке